Эти неопознанные летательные объекты имеют вид не просто шаров или светящихся каких-то туманных областей, а довольно четкий техногенный вид. Американцев всегда интересовало техномагическое наследие Германии. В этом никакого сомнения быть не может. И вдруг происходит нечто необъяснимое. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Реальные факты, достоверные свидетельства, сенсационные версии в фильме «Третий рейх. Операция НЛО». Часть первая. База. Начало 1947 года. Очередная экспедиция легендарного американского полярника Ричарда Берда подошла к берегам Антарктиды. Очень странная экспедиция. В отличие от первых трех, она полностью финансируется военно-морскими силами США и имеет военное название «Операция Хайджамп. Высокий прыжок». В подчинении адмирала Берда мощная военно-морская группировка, авианосец, 12 надводных кораблей, подводная лодка, более двух десятков самолетов и вертолетов, около пяти тысяч человек персонала. Согласитесь, странный состав для научной экспедиции. 2 декабря 1946 года перед выходом эскадры в антарктический поход адмирал Берт на встрече с прессой заметил «Моя экспедиция имеет военный характер». О подробностях он не сказал ни слова. В конце января 1947 года началась авиаразведка Антарктического континента в районе земли Королевы Моц. Все идет по плану. За первой неделе сделаны десятки тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Потеря на сменец, почти половина палубной авиации, десятки матросов и офицеров. Членом Чрезвычайной Следственной Комиссии Конгресса США адмирал Берт заявил буквально следующее. В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью. Кто поверт в бегство американскую эскадру? За полтора года до экспедиции адмирала Берда, летом 45-го, в аргентинский порт Маргель-Плата, вошли и сдались властям две немецкие подводные лодки. Необычные лодки. Лодки из состава так называемого конвоя фюрера. Это сверхсекретное соединение выполняло задачи, подробности которых до сих пор остаются в глубокой тайне. Экипажи подлодок показания давали неохотно. И все-таки американцам удалось кое-что узнать. Так командир У-530 рассказал о своем участии в операции под кодовым названием «Валькирия-2». За три недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Килля и взяла курс на Антарктиду. На борту подводной лодки находились пассажиры, лица которых были закрыты повязками, а также реликвии Третьего рейха. Командир другой лодки У-977 Хайнс Шеппер показал, что немного позднее повторил этот же маршрут. Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? Антарктида. В 1820 году ее открыли русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев. С тех пор этот загадочный континент по площади, превышающей Европу, как магнитом притягивает к себе исследователей. Однако отвесные, высотой в десятки метров ледяные берега, долгое время делают материк неприступным. Еще целое столетие об Антарктиде почти ничего не известно. На карты нанесены лишь береговые линии. И вдруг, к далекому и бесполезному ледяному континенту проявляет непонятный интерес Германия. На изучение Антарктиды выделены огромные средства. В конце 30-х годов организованы две научно-исследовательские экспедиции. И это перед войной готовые разродиться со дня на день. С января 1939 года два самолета, Пассад и Борей, которые с помощью катапульт взлетают с борта Швабии, начинают разведку земли Королевы Мот. За три недели летчики Люфтваффе с помощью металлических вымпелов со знаком свастики застолбили за Третьим Рейхом территорию величиной с Германию. Она получила название «Новая Швабия». В апреле 1939 года командир экспедиции, опытный полярный капитан Альфред Ритчер, рапортует. Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Герингом. Впервые германские самолеты пролетели над Антарктическим континентом. Каждые 25 километров наши самолеты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно в 600 тысяч квадратных километров. Из них 350 тысяч были сфотографированы. Воздушные осы Геринга сделали свое дело. Загадочную эстапету принимают морские волки фюрера подводных лодок адмирала Карла Денеца. За три девять земель к берегам ледяной Антарктиды скрытно направляются немецкие субмарины. А через некоторое время Денец роняет странную фразу. Мои подводники обнаружили настоящий земной рай. В 1943 году, в разгар войны с Россией, гросс-адмирал Денец произносит еще одну не менее загадочную фразу. Подводный флот Германии может гордиться, что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера. Тогда главнокомандующего военно-морским флотом Германии понимал очень узкий круг лиц. Сегодня мы можем предположить, что имел в виду гросс-адмирал. Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью воды находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. Не исключено, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, в океан вытекают настоящие реки теплой воды. За тысячи лет они могли создать подо льдом и под землей огромные туннели, вполне пригодные для устройства тайных баз. Со стороны океана, поднырнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Вот вам и готовая база. Без штормов и полярных холодов. Абсолютно скрытая от постороннего глаза. Вне досягаемости для любого противника. Если бы немцы решили разместить какие-то секретные базы, создать, или секретные зоны, которые имели статус экстратериальности, то полярные зоны, в том числе Антарктида, была совершенно естественным районом нахождения подобного рода баз или анклавов. Судя по обнаруженным документам и воспоминаниям участников событий, нацисты на самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Она носила кодовое название «База-211». Уже с начала 1939 года между Антарктидой и Германией начинаются регулярные рейсы специально переоборудованного исследовательского судна «Швабия». На землю королевы МОД перевозится горнопроходческое оборудование и другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проходки тоннелей. Туда же прибывают ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Для чего Германии была нужна столь удаленная база? Предположения высказываются разные. Одни полагают, что с ее помощью немцы хотели контролировать южные моря. Другие считают, что Германию привлекали полезные ископаемые Антарктиды, особенно уран, без которого невозможно создание сверхоружия. А кто-то утверждает, что на случай проигрыша в войне в Антарктиде готовилось убежище для элиты Третьего Рейха. И что якобы уже с 1942 года в новую «Швабию» началась переброска ее будущих жителей. Не только ученых и специалистов, но и представителей нацистской партии и государства. И что туда же из Германии переносятся некие секретные производства. После войны американцы, активно вербовавшие немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, с удивлением обнаружили, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха бесследно исчезли. Исчезло и более сотни подводных лодок. Среди погибших они не числились. Возможно, американская разведка действительно располагала какими-то сведениями о том, что часть какого-то наследия, технического потенциала, ученые, действительно была вывезена из Германии. Естественно, что антарктические полярные зоны оказывались в поле зрения и внимания. А тут еще показания немецких подводников, сдавшихся аргентинским властям. По всей видимости, все это чрезвычайно встревожило американцев. И в конце 1946 года знаменитый полярник и одновременно адмирал американских военно-морских сил Ричард Бёрд получает приказ уничтожить нацистскую базу в Антарктиде. Но не тут-то было. Отпор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Бёрд докладывал не просто об истребителях с немыслимыми возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон. Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года, другой его очевидец. Участник экспедиции, опытный военный летчик Джон Сарсон. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе Касабланки. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапно эсминец Мердок, находившийся от нас в десятикабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? Часть 2. ННРБ В послевоенные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи. Они недвусмысленно свидетельствуют, что немецкие ученые действительно занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов. Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским ученым и инженерам совершить такой технологический рывок? Общество ННРБ Самая загадочная организация Третьего Рейха. За ее тайнами до сих пор охотятся спецслужбы ведущих держав. И не мудрено. Это единственная известная в истории структура, которая занималась исследованием магии и мистики при официальной поддержке и финансировании государства. Ни одна организация не имела в своем распоряжении такого количества информации и не оказала такого влияния на развитие магических технологий, как ННРБ. Инициаторами создания ННРБ были высшие чины Рейха. Исследование оккультистских знаний и паранормальных явлений в ННРБ пошло еще и с благословения Рейхсюра СС Гиммлера, который действовал, естественно, не только по собственной инициативе, но и в русле указаний Адольфа Гитлера. Официально это общество было создано в 1935 году и предназначалось для изучения исторических корней немецкой нации. ННРБ так и переводится – «наследие предков». Однако область интересов этого общества была намного шире, чем простое изучение древнегерманской истории. Руководители Третьего Рейха понимали, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства, которая подразумевала, что можно будет выиграть меньшими силами по количеству, но более высокими силами по качеству. Именно для обеспечения так называемого качественного превосходства она НРБ и привлекла своих специалистов по оккультным знаниям, по нетрадиционным, по паранормальным знаниям, чтобы добиться прорыва в тех областях, где их противники были некомпетентными. Идеология нацизма основывалась на том, что некогда на Земле существовала мощная цивилизация, которой были доступны чуть ли не все тайны мироздания. И где-то, зашифрованные и разбросанные, эти высшие знания сохранились. Именно они должны способствовать возрождению сверхчеловеков в Германии, потомка древних ариев. Особенно интересовала Атлантида, которую нацистские ученые считали прародиной арийской расы. Именно Германии по праву должны принадлежать технологические знания атлантов, которые по легенде умели строить огромные морские суда и воздушные корабли, движимые неведомой силой. Искать тайные знания, искать знания по истории цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индо-германской, так и вообще любой цивилизации мировой, Анненербе начало сразу, еще до войны. Без сомнения, сотрудникам Анненербе была известна удивительная карта, обнаруженная историками в 1929 году. Карта эта создана в начале 16 века прославленным турецким адмиралом Пирирейсом. Поражает то, что на ней подробнейшим образом нанесен северный берег Антарктиды. И это за 300 лет до официального открытия этого континента. В заметках на карте адмирал сообщает, что он составил ее по многочисленным источникам, некоторым из которых было не менее 3000 лет. Но самое загадочное в другом. Береговая линия Антарктиды изображена без ледяного покрова. Эта карта будоражит воображение и сегодня. Вот вердикт специалистов военно-воздушных сил США. Береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лед на этой территории имеет толщину приблизительно полтора километра. У нас нет догадок, каким образом эти данные могли быть получены в 1513 году. Международные экспедиции, проверявшие карту Пирирейса, пришли к выводу, она точнее карт, составленной в 20 веке. А сейсмическая разведка подтвердила то, о чем до последнего времени не догадывались. Некоторые горы, которые считались частью единого массива, оказались на самом деле островами, как это и было указано на старой карте. Можно представить, какое впечатление в 30-е годы произвела карта Пирирейса на приверженцев арийской теории. Прежде всего, она вселяла надежду в поисках техномагического наследия Атланта. Ведь по одной из гипотез, Антарктида – это бывшая Атлантида, оказавшаяся подо льдом в результате смещения полюсов. Раз существуют подобные карты, то где-то могут сохраняться и другие тайные знания. Где? В секретной экспедиции Анненербе ищут древние реликвии и старинные манускрипты по всему миру. От Тибета до Южной Америки. Особо охотятся за архивами рыцарского органа тамплиеров, которые по ряду признаков побывали в Америке задолго до Колумба. Судя по всему, тамплиеры владели секретными манускриптами, подобными карте Пирирейса. А значит, могли знать нечто важное и об Антарктиде. На оккупированных территориях специальные зондеркоманды СС изымают коллекции и библиотеки. Анненербе подписковывала в библиотеке теологических факультетов, в библиотеке различных тайных обществ, как только их могла обнаружить. Анненербе собрало огромную библиотеку. Есть указание, один из библиотекарей, бывший библиотекарь Познанской библиотеки, был свидетелем, что в марте 1945 года, когда уже подходили советские войска, уже были на территории Германии, Анненербе проводила упаковку своей библиотеки, и 140 тысяч томов. Каталог этой библиотеки, наверное, был бы очень интересен. Не исключено, что в Анненербе узнали об Антарктиде нечто такое, что сделало ее одной из главных целей нацистского руководства. По большому счету, эсэсовцы искали особые знания. Ту самую чашу Грааля, которая вместе со священным копьем открывает путь к мировому господству. Эту легенду Гитлер услышал еще до Первой мировой войны. Копьем судьбы, до того хранившимся в Венском музее, Гитлер завладел в 1938 году, после присоединения Австрии. Для власти над миром ему не хватало чаши Грааля. Соединить легендарное копье, символ активного мужского начала, символ научного познания мира, и чашу, символ женского, сохраняющего начало, символ накопленного опыта. Вот сверхидея, которая занимает правящую верхушку Рейха. Соединить новейшие достижения науки с многовековым опытом человечества, даже если он не всегда поддается рациональному объяснению. Красивая и продуктивная идея. Если бы не цель, которую ставят перед собой нацисты, безраздельно властвовать над миром, подчинить его избранной расе, в том числе с помощью магических знаний и технологий. Для научных изысканий в ННР бы привлечены лучшие кадры. Часто это ученые с мировым именем. Сотни сотрудников, более чем из 50 институтов и отделов ННР, в ННР бы занимаются математикой и астрономией, генетикой и медициной, магией и лазоискательством. Разрабатывают нетрадиционные виды оружия, методы психологического и психотропного воздействия на массы. Они углубляются в оккультные науки, религиозно-мистические практики, изучают паранормальные способности людей. В ННР бы этим занимались достаточно серьезно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по указанию руководства ННР бы и по указанию Гиммлера перед войной, то есть еще в 1938-1939 годах, были проведены исследования по поводу паранормальных способностей сотрудников ННР бы. И было, так сказать, в личных делах помечено, кто обладает там какими-то теми или иными паранормальными способностями. А вот уже во время войны эти сотрудники, которые обладали паранормальными способностями, были сведены в один из отделов ННР бы. К сожалению, никаких данных о том, чем занимался этот отдел, и главное, каких он достиг результатов, нет. Одна из главных задач, которую ставят перед собой специалисты ННР бы, это использование паранормальных способностей для выхода на контакт с некими высшими неизвестными, или, как их называли, умами внешними. Цель – получение от высокоразвитых инопланетных и древних земных цивилизаций суперзнаний технологического характера. Опыт такой был. Часть третья – диски. Декабрь 1919 года. Члены тайного общества Тулли, предшественника Ана ННР бы, собираются в предгорье Хальп, в доме Лесничева вблизи Бергтесгадена. Среди избранных два опытных медиума – контактера, как мы назвали бы их сегодня. Один из них скрывается под мистическим именем «Зигрум», другой – Мария Орзич из Загреба. Она рассказывает странные вещи. В состоянии транса она получила от цивилизации созвездия Тельца удивительную техническую информацию. Сообщение никого не шокирует. Более того, вызывает огромный интерес. Ведь речь идет о конструкции необычного летательного аппарата, который к тому же позволяет изменять вокруг себя ход времени. А это шаг к мечте тайного общества. Машине времени, которая позволит проникать вглубь истории и получать знания древних высоких цивилизаций. Перед нами рисунок летательного аппарата потустороннего мира с подписью известного немецкого ученого и изобретателя Виктора Шаубергера. Полученные знания передаются ведущим ученым для перевода на понятный конструктором инженерный язык. К 1922 году построена первая модель. Аппарат имеет три параллельно расположенных диска. При работе нижний и верхний диск вращаются в противоположном направлении, создавая очень сильное поле и эффект антигравитации. Если верить свидетельствам, эта конструкция не только парила в воздухе, но и изменяла вокруг себя структуру времени. Есть мнение, что именно этот техномагический аппарат стал прообразом будущих летательных дисков на неклассических принципах полета. Разработкой этих супердисков занялись специальные технологические подразделения СС, связанные с АнНРБ. Две основные идеи доминировали сознание высшего руководства нацистской Германии. Первая – это идея создания сверхчеловека. Второй очень важный аспект – это овладение техномагическими энергиями. Сюда следует отнести не только возможности овладения ядерной энергией, но, безусловно, и аппаратами, дискообразными летающими аппаратами, то есть создание принципиально новой виды летательной техники. Поиск идей идет во всех направлениях. В них участвуют не только медиумы и инженеры, но и историки. Еще до войны из экспедиции АнНРБ в Германию доставлены сотни старинных пергаментов на санскрите, древнекитайском, других восточных языках. Они подвергнуты самому тщательному изучению. Вернер фон Браун, создатель первых самолетов-ракетов в будущем и космической технике, впоследствии отмолвится. Мы многое подчеркнули для себя в этих бумагах. Результаты экспедиции докладываются лично Гитлеру. Некоторые из них настолько вдохновляют вождя Третьего Рейха, что мысли о сверхоружии и межзвездных полетах не покидают его до конца войны. Конструкторы стараются. Но знать принцип вращения супердисков и создания антигравитации мало. Нужны двигатели, а их нет. Технология безнадежно отстает от перспективных идей. В июле 1934 года Гитлер и верхушка тайных обществ Тулли и Врил приглашают для сотрудничества изобретателя Виктора Шаубергера. Его легендарный взрывной двигатель способен вырабатывать свет, тепло и приводить в движение механизмы, используя лишь воздух и воду. От изобретателя требуется одно. Создать двигатель специально для летающих дисков. Согласие получено. И через пять лет, в 1939 году, в воздух поднимается опытный образец диска Врил с двигателем Шаубергера. Сохранилась редкая фотография испытательного полета этого диска и зимней маскировочной раскраской. И все-таки дело с техномагическими дисками продвигается медленно. Ни опыта, ни специалистов в этой области нет. Приходится принимать неординарные решения. К разработке супердисков подключено зондербюро 13. Это специальное научно-исследовательское подразделение СС занимается довольно пикантной тематикой. Изучением неопознанных летающих объектов. То ли сказалось это обстоятельство, то ли привлечение к разработке лучших ученых и летчиков-испытателей, но дело сдвинулось. Все крайне засекречено. Я говорил с Германом Обертом. Это немецкий профессор, аналог нашего Циолковского. Это учитель Вернера фон Браунда, создатель оружия возмездия немецкого Фау-2. Вот это первая большая ракета. Мне Оберт был нужен для того, чтобы спросить про эти, вот как раз летающие тавелки. Слышал, говорит, знаю. Но там СС нас так, говорит, контролировало, что мы не могли узнать, что делают наши смежники, соседи и так далее. В конце 1942-го в воздух поднимается легко вооруженный летающий диск Врил-1 Ягер диаметром 11,5 метров. Утверждают, что до конца войны было изготовлено 17 таких аппаратов. Но относиться к подобным заявлениям надо крайне осторожно. Я думаю, что в серии ничего не было. Были единичные экземпляры. Такие аппараты, по-видимому, немцы хотели использовать как наблюдательные средства. Когда вы на него смотрите со стороны, вы его практически не видите. Генералы, которые участвовали в Курской битве, двое героев Советского Союза, один летчик, другой танкист. Они рассказывали, что что-то такое видео. Какой-то диск висел во время Курского сражения. И что такое, они, конечно, никто не знали. Немцы, это наши, они тоже не знали. Но вот, по-видимому... А у нас таких лечений не было сделано. Это я точно знаю, потому что нашу историю и отцы хорошо знают. В среде обнаруженных чертежей и фотографий летающих дисков выделяется серия Хонебу. Сведения о кораблях похожи на фантастику. Судя по описаниям, в них должен быть использован альтернативный источник энергии. Так называемый конвертер Ганса-Коллера, не требующий привычного топлива. А диск Хонебу-3 планировали даже выводить в космос. Невероятно. Как знать. Вот одна из трофейных фотографий. Необычный скафандр пилота наводит на мысль, что полеты планировалось проводить, если не в космосе, то как минимум в стратосфере. В трофейных архивах обнаружен еще один загадочный документ. Это схема огромного, длиной в 139 метров сигарообразного корабля Андромеда. С ангарами для пяти летающих дисков типа Хонебу-2 и Фрил. Еще и другое, более простое объяснение. Это проект подводного контейнера, который мог использоваться для транспортировки грузов, оборудования, техники на тайные базы Третьего Рейха, в том числе и в Антарктику. По данным американской разведки, к концу войны у немцев имелось 9 исследовательских предприятий, на которых разрабатывали и испытывали летающие диски. Расследование показало, что 8 из этих предприятий вместе с учеными и ключевыми фигурами были успешно эвакуированы из Германии. Девятое сооружение взорвано. Вспоминает подполковник американской разведки Уиндл Стивенс. Мы имели закрытую информацию, что некоторые из этих исследовательских предприятий перевезены в Антарктиду, в место под названием Новая Швабия. Туда было перевезено как минимум одно предприятие по разработке дисков. Еще одно в район Амазонки. Третье на северное побережье Норвегии. Они были эвакуированы в секретные подземные сооружения. Для реализации грандиозных планов Третьему Рейху не хватило времени. Судя по всему, до конца войны технологические дисколеты на стадию промышленного производства так и не вышли. И в 1947 году в Антарктиде, скорее всего, были не они. Может, это были немецкие диски, которые летали на классических принципах? Те самые, которые еще с 30-х годов разрабатывались в Третьем Рейхе для подстраховки технологических проектов. Таких моделей было создано немало. Некоторые довольно неплохо проявили себя. Это был колоссальный рывок в технологии. Подобных дисков у противников Германии не было и в помине. Но и эти дисколеты были далеко не тем, о чем мечтали руководители Рейха. Те модели, которые были созданы немцами, они могли работать только в воздушной среде. Или же, по крайней мере, полеты на твердой или же водяной поверхности. Так же, как вот сейчас на воздушной подушке летают, как и летают и кронолеты. И связано это с тем, что все они были так называемого вентиляторного типа. Их преимущество, по сравнению с обычными летательными аппаратами, состоит в том, что они никак не сваливаются в штопор. Вот такие диски. Что ими очень легко управлять. Они не предназначены для больших скоростей. Качество у них очень низкое. Опытный образец одной из самых совершенных моделей, так называемый диск Белонца, прошел первое и последнее испытание 19 февраля 1945 года возле Праги. Основную подъемную силу создавал бесшумный и беспламенный двигатель Шаубергера. По некоторым данным, в тот день беспилотный вариант диска за три минуты достиг высоты 15 километров. И развил горизонтальную скорость 2200 километров в час. Дисколет доказал, что он может зависать в воздухе и без разворотов летать вперед и назад. Успех? Несомненно. Но война уже идет на территории Германии. Не дожидаясь полной оккупации, нацисты уничтожают невывезенные производства и прототипы необычных летательных аппаратов. Уничтожен единственный экземпляр диска Белонца. Разработчик его главного двигателя, Виктор Шаубергер, позднее вспоминал. Модель, испытанная в феврале 1945 года, была построена в сотрудничестве с первоклассными инженерами-специалистами по взрывам из числа заключенных концлагеря Маутхаузен. Затем их увезли в лагерь. Для них это был конец. Модель была взорвана по приказу Кейтеля. Так что красивые рисунки, где этот диск изображен над антарктической базой, всего лишь фантазия художника. Не следует особо доверять и другим рисункам и фотографиям. На них могут быть запечатлены лишь макетные образцы дисков, необходимые для отработки отдельных параметров или для показа начальству с целью выбивания финансовых средств. Надо отдать должное таланту немецких ученых и инженеров. Они достигли огромных успехов. И рывок, который сделал третий рейх в науке и технике, не был случайным. Сочетание научных поисков с непредвзятым анализом древних знаний дало качественный скачок. Но и крах, который потерпели нацисты, тоже не был случайностью. Ведь чаша Граля – это символ не только древних знаний, но и многовекового нравственного опыта. Этот опыт нацисты сознательно отвергли. Легенд и слухов, связанных с дисками Третьего рейха, ходит много. Судя по всему, к этому же разряду можно отнести и рассказы о немецких дисках, выныривавших в 1947 году из-под воды в Антарктиде. Если говорить о вылетах из воды, которые были зафиксированы еще в 40-х годах, и зафиксируются сейчас, но на многом при полетах неопознанных летательных объектов, из морей, океанов, озер и так далее, я уверен, что в 1947 году немцы не могли обладать такими аппаратами, да и ни одна страна в мире этого не имела. Но если американскую эскадру в 1947 году атаковали не немцы, то кто? Часть 4. Антарктический портал. Вылетающие из-под воды светящиеся тарелки, шары, сигары. Подобные объекты над полярными и прилегающими к ним районами не редкость. Северные страны, Южная Америка, Австралия, Южная Африка. Везде наблюдаются неопознанные летающие объекты. Сообщения о них регулярно поступали и в военно-морскую разведку СССР. Мне, как начальнику разведки флотилии, поступали периодические доклады о таких обнаруженных объектах в виде донесений очевидцев. Было бы неправильно думать, что неопознанные летающие объекты наблюдались только на севере. Они наблюдались и по всей Атлантике, даже в Южной Атлантике, в районе Антарктиды. В частности, мне известен один случай, когда они наблюдались в районе островов Южной Георгии. Тогда рыбаки обнаружили вылетевший из-под воды объект, который успели сфотографировать, и он показан на этих картинках. Несмотря на сильный ветер, объект довольно долго оставался на одном месте. Это явно было не облако и не воздушный шар. Наблюдали над островом Южная Георгия и весьма странные летающие объекты. Вот лишь одно из свидетельств. Этот диск висел над островом и наблюдался в достаточно длительное время, как в светлое время перед заходом Солнца, так и после захода Солнца. В течение полутора-двух часов объект имел достаточно правильную круглую форму и на нем выделялся равнобедренный треугольник. В ночное время этот треугольник не только светился, но и у основания наблюдались вот такие огоньки, как будто это работали двигатели. Хотя объект и находился на одном и том же месте. Вот наблюдение этих объектов происходило как раз в 1979 году. За три года до этого, в 1976 году, японские исследователи с помощью новейшей аппаратуры засекли одновременно 19 круглых объектов, которые спикировали из космоса на Антарктиду и пропали с экранов. Что это за объекты и откуда они появляются? Сегодня возникла весьма неожиданная версия. В конце 80-х годов большой резонанс в мировой науке получили работы ведущего американского астрофизика Кипа Торна и его коллег. Они обосновали возможность практически мгновенного перемещения в пространстве и путешествия во времени. Они выдвинули идею червячных переходов, чрезвычайно интригующую, согласно которой черные дыры находятся в непосредственной близости от нашей планеты и принимают форму червячных переходов. Эти червячные переходы, в принципе, позволяют совершать межгалактический межзвездный полет. Как заявляют сами ученые, их работа имеет прикладное значение. В частности, для создания машины времени и обеспечения межгалактических перелетов. Кип Торн пришел к выводу, что вблизи Земли находится вход в червячный тоннель, ведущий в район звезды Вега. По всей видимости, тогда уже американцы хорошо знали или представляли себе, каким образом происходит появление и исчезновение НЛО в атмосфере нашей планеты. В 1992 году на Аляске началось строительство мощного радиоэлектронного комплекса под названием ХААР. Официально для изучения ионосферы и развития систем противоракетной обороны. неофициально для отработки новых видов оружия геофизического, климатического, психотронного. По сути, массивная лучевая пушка. Этакая глобальная микроволновка. Однако, похоже, и это не все. На сегодняшний день мы можем смело предположить, что главное назначение этой станции это именно поиск этого входа в червячную дыру. То есть, американцы пришли к выводу, что именно в этом полярном районе и может находиться вход в червячную дыру. Станция своими радиоизлучениями позволяет определить конфигурацию этой червячного перехода и найти туда вход или выход. В 1998 году комплекс на Аляске был введен в действие. Примерно такой же излучатель построен в Норвегии. На очереди третий, еще более мощный, в Гренландии. В начале 90-х годов технические возможности позволили именно сосредоточиться только на одном, вот на Аляскинском портале, как в ходе-выходе контроля за движением НЛО над нашей планетой. Не надо было уже устанавливать станции слежения по Штатам, на других территориях. В принципе, достаточно было взять под контроль один портал. Однако у Земли два полюса. Какова роль каждого из них с точки зрения этой гипотезы? Ну, например, они используются одновременно для входа и для выхода. Или, например, Аляскинский портал используется для входа, а Антарктида для выхода. Или наоборот. Через Антарктиду НЛО приходят в атмосферу нашей планеты, а через Аляскинский, через Северный портал они уходят из нашей планеты. Теория туннельных эффектов не противоречит тому, что Северный полюс нашей Земли является входом, а Южный полюс нашей Земли является выходом для канала энергетически-информационно-связывающего нашу планету с другими планетами и звездами. Не исключено, что эти свойства полюсов, неопознанно летающие объекты, используют для связи с другими частями Вселенной. Во всяком случае, это подлежит большому серьезному изучению. И ведь не случайно, например, хорошо известный факт, что большая часть сотрудников американских антарктических станций, это являются сотрудниками Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и сотрудниками военно-технической разведки, электронной разведки и сотрудники Центрального разведывательного управления, которые составляют костяк исследовательского персонала американских антарктических станций. Возможно, ученые Третьего Рейха тоже предполагали, что Арктика и Антарктида – не просто земные полюса. И может, не случайно в нацистской Германии была столь популярна теория полой земли, где полюса представлялись воротами в какое-то другое пространство. Может, в основе этой безумной идеи лежали смутные представления о чем-то похожем на сегодняшние червячные переходы. И именно возможностью путешествий во времени и пространстве притягивала к себе немцев Антарктида. Шестой континент продолжает хранить свои тайны. К ним добавляются все новые вопросы. И с годами их не становится меньше. Были ли работы по созданию летающих дисков свернуты после войны? Или продолжились в других, тайных районах земного шара? Стоит ли все неопознанные летающие объекты списывать на современные тайные разработки? Ведь подобные объекты наблюдали очень давно, даже во времена Александра Македонского. Что за объекты выныривали из-под воды и атаковали эскадру адмирала Берта? Великие неизвестные, к сотрудничеству с которыми так стремились немцы. Что это? Миф или реально существующие силы, уже тысячелетия ведущие на Земле свою невидимую деятельность с целью выбивания финансовых средств? Надо отдать должное таланту немецких ученых и инженеров. Они достигли огромных успехов. И рывок, который сделал Третий Рейх в науке и технике, не был случайным. Сочетание научных поисков с непредвзятым анализом древних знаний дало качественный скачок. Но и крах, который потерпели нацисты, тоже не был случайным. Ведь чаша Граля – это символ не только древних знаний, но и многовекового нравственного опыта. Этот опыт нацисты сознательно отвергли. Легенд и слухов, связанных с дисками Третьего Рейха, ходит много. Судя по всему, к этому же разряду можно отнести и рассказы о немецких дисках, выныривавших в 1947 году из-под воды в Антарктиде. Если говорить о вылетах из воды, которые были зафиксированы еще в 40-х годах, и зафиксируются сейчас, но во многом при полетах неопознанных летательных объектов, из морей, океанов, озер и так далее, я уверен, что в 1947 году немцы не могли обладать такими аппаратами, да и ни одна страна в мире этого не имела. Но если американскую эскадру в 1947 году атаковали не немцы, то кто? Часть 4. Антарктический портал. Вылетающие из-под воды светящиеся тарелки, шары, сигары. Подобные объекты над полярными и прилегающими к ним районами не редкость. Северные страны, Южная Америка, Австралия, Южная Африка. Везде наблюдаются неопознанные летающие объекты. Сообщения о них регулярно поступали и в военно-морскую разведку СССР. Мне, как начальнику разведки флотилии, поступали периодические доклады о таких обнаруженных объектах в виде донесений, очевидцев. Было бы неправильно думать, что неопознанные летающие объекты наблюдались только на севере. Они наблюдались и по всей Атлантике, даже в Южной Атлантике, в районе Антарктиды. В частности, мне известен один случай, когда они наблюдались в районе островов Южной Георгия. Тогда рыбаки обнаружили вылетевший из-под воды объект, который успели сфотографировать. И он показан на... ...благословение рейхсюра СССР Гиммлера, который действовал, естественно, не только по собственной инициативе, но и в русле указаний Адольфа Гитлера. Официально это общество было создано в 1935 году и предназначалось для изучения исторических корней немецкой нации. Анненербе так и переводится – «наследие предков». Однако область интересов этого общества была намного шире, чем простое изучение древнегерманской истории. Руководители Третьего Рейха понимали, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства, которая подразумевала, что можно будет выиграть меньшими силами по количеству, но более высокими силами по качеству. Именно для обеспечения так называемого качественного превосходства, Анненербе и привлекло своих специалистов по оккультным знаниям, по нетрадиционным, по паранормальным знаниям, чтобы добиться прорыва в тех областях, где их противники были некомпетентны. Идеология нацизма основывалась на том, что некогда на Земле существовала мощная цивилизация, которой были доступны чуть ли не все тайны мироздания. И где-то, зашифрованные и разбросанные, эти высшие знания сохранились. Именно они должны способствовать возрождению сверхчеловеков Германии, потомка древних ариев. Особенно интересовала Атлантида, которую нацистские ученые считали прародиной арийской расы. Именно Германии по праву должны принадлежать технологические знания атлантов, которые, по легенде, умели строить огромные морские суда и воздушные корабли, движимые неведомой силой. Искать тайные знания, искать знания по истории цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индо-германской, так и вообще любой цивилизации мировой, Анненербе начало сразу, еще до войны. Без сомнения, сотрудникам Анненербе была известна удивительная карта, обнаруженная историками в 1929 году. Карта эта создана в начале 16 века прославленным турецким адмиралом Пирирейсом. Поражает то, что на ней подробнейшим образом нанесен северный берег Антарктиды. И это за 300 лет до официального открытия этого континента. В заметках на карте адмирал сообщает, что он составил ее по многочисленным источникам, некоторым из которых было не менее 3000 лет. Но самое загадочное в другом. Береговая линия Антарктиды изображена без ледяного покрова. Это как... В 1979 году. За три года до этого, в 1976 году, японские исследователи с помощью новейшей аппаратуры засекли одновременно 19 круглых объектов, которые спикировали из космоса на Антарктиду и пропали с экранов. Что это за объекты и откуда они появляются? Сегодня возникла весьма неожиданная версия. В конце 80-х годов большой резонанс в мировой науке получили работы ведущего американского астрофизика Кипа Торна и его коллег. Они обосновали возможность практически мгновенного перемещения в пространстве и путешествия во времени. Они выдвинули идею червячных переходов, чрезвычайно интригующую, согласно которой черные дыры находятся в непосредственной близости от нашей планеты и принимают форму червячных переходов. Эти червячные переходы, в принципе, позволяют совершать межгалактический межзвездный полет. Как заявляют сами ученые, их работа имеет прикладное значение. В частности, для создания машины времени и обеспечения межгалактических перелетов. Кип Торн пришел к выводу, что вблизи Земли находится вход в червячный тоннель, ведущий в район звезды Вега. По всей видимости, тогда уже американцы хорошо знали или представляли себе, каким образом происходит появление и исчезновение НЛО в атмосфере нашей планеты. В 1992 году на Аляске началось строительство мощного радиоэлектронного комплекса под названием ХААР. Официально для изучения ионосферы и развития систем противоракетной обороны. Неофициально для отработки новых видов оружия геофизического, климатического, психотронного. По сути, массивная лучевая пушка и такая глобальная микроволновка. Однако, похоже, и это не все. На сегодняшний день мы можем смело предположить, что главное назначение этой станции это именно поиск этого входа в червячную дыру. То есть, американцы пришли к выводу, что именно в этом полярном районе и может находиться вход в червячную дыру. Станция своими радиоизлучениями позволяет определить конфигурацию этой червячного перехода и найти туда вход или выход. В 1998 году комплекс на Аляске был введен в действие. Примерно такой же излучатель построен в Норвегии. На очереди третий, еще более мощный, в Гренландии. В начале 90-х годов технические возможности позволили именно сосредоточиться только на одном, вот на Аляске, в компортах. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью воды находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. Не исключено, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, в океан вытекают настоящие реки теплой воды. За тысячи лет они могли создать подо льдом и под землей огромные туннели, вполне пригодные для устройства тайных баз. Со стороны океана, поднырнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Вот вам и готовая база. Без штормов и полярных холодов. Абсолютно скрытая от постороннего глаза. Вне досягаемости для любого противника. Если бы немцы решили разместить какие-то секретные базы создать или секретные зоны, которые как бы имели статус экстратериальности, то полярные зоны, в том числе Антарктида, была совершенно естественным районом нахождения подобного рода баз или анклавов. Судя по обнаруженным документам и воспоминаниям участников событий, нацисты на самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Она носила кодовое название База-211. Уже с начала 1939 года между Антарктидой и Германией начинаются регулярные рейсы специально переоборудованного исследовательского судна Швабия. На землю королевы МОД перевозится горнопроходческое оборудование и другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проходки тоннелей. Туда же прибывают ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Для чего Германии была нужна столь удаленная база? Предположения высказываются разные. Одни полагают, что с ее помощью немцы хотели контролировать южные моря. Другие считают, что Германию привлекали полезные ископаемые Антарктиды, особенно уран, без которого невозможно создание сверхоружия. А кто-то утверждает, что на случай проигрыша в войне в Антарктиде готовилось убежище для элиты Третьего Рейха. И что якобы уже с 1942 года в Новую Швабию началась переброска ее будущих жителей. Не только ученых и специалистов, но и представителей нацистской партии и государства. И что туда же из Германии переносятся некие секретные производства. После войны американцы, активно вербовавшие немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, с удивлением обнаружили, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха бесследно исчезли. Исчезло и более сотни подводных лодок. Среди погибших они не числились. Возможно, американская разведка действительно располагала какими-то сведениями о том, что часть какого-то наследия технического потенциала. По классными инженерами-специалистами по взрывам из числа заключенных концлагеря Маутхаузен. Затем их увезли в лагерь. Для них это был конец. Модель была взорвана по приказу Кейтеля. Так что красивые рисунки, где этот диск изображен над антарктической базой, всего лишь фантазия художника. Не следует особо доверять и другим рисункам и фотографиям. На них могут быть запечатлены лишь макетные образцы дисков, необходимые для отработки отдельных параметров или для показа начальству с целью выпивания финансовых средств. Надо отдать должное таланту немецких ученых и инженеров. Они достигли огромных успехов. И рывок, который сделал Третий Рейх в науке и технике, не был случайным. Сочетание научных поисков с непредвзятым анализом древних знаний дало качественный скачок. Но и крах, который потерпели нацисты, тоже не был случайностью. Ведь чаша Граля это символ не только древних знаний, но и многовекового нравственного опыта. Этот опыт нацисты сознательно отвергли. Легенд и слухов, связанных с дисками Третьего Рейха, ходит много. Судя по всему, к этому же разряду можно отнести и рассказы о немецких дисках, выныривавших в 1947 году из-под воды в Антарктиде. Если говорить о вылетах из воды, которые были зафиксированы еще в 40-х годах, и зафиксируются сейчас, но во многом при полетах неопознанных летательных объектов из морей, океанов, озер и так далее, я уверен, что в 1947 году немцы не могли обладать такими аппаратами, да и ни одна страна в мире этого не имела. Но если американскую эскадру в 1947 году атаковали не немцы, то кто? Часть четвертая. Антарктический портал. Вылетающие из-под воды светящиеся тарелки, шары, сигары. Подобные объекты над полярными и прилегающими к ним районами не редкость. Северные страны, Южная Америка, Австралия, Южная Африка везде наблюдаются неопознанные летающие объекты. Сообщения о них регулярно поступали в военно-морскую разведку СССР. Мне, как начальнику разведки Флотилии, поступали периодические доклады о таких обнаруженных объектах в виде донесений, очевидцев. Было бы неправильно думать, что неопознанные летающие объекты наблюдались только на севере. Немцы не могли обладать такими аппаратами, да и ни одна страна в мире этого не имела. Но если американскую эскадру в 47-м году атаковали не немцы, то кто? Часть 4. Антарктический портал. Вылетающие из-под воды светящиеся тарелки, шары, сигары. Подобные объекты над полярными и прилегающими к ним районами не редкость. Северные страны, Южная Америка, Австралия, Южная Африка везде наблюдаются неопознанные летающие объекты. Сообщения о них регулярно поступали и в военно-морскую разведку СССР. Мне, как начальнику разведки платили, поступали периодические доклады о таких обнаруженных объектах в виде донесений очевидцев. было бы неправильно думать, что неопознанные летающие объекты наблюдались только на севере. Они наблюдались и по всей Атлантике, даже в Южной Атлантике, в районе Антарктиды. В частности, мне известен один случай, когда они наблюдались в районе островов Южной Георгии. тогда рыбаки обнаружили вылетевший из-под воды объект, который успели сфотографировать и он показан на этих картинках. Несмотря на сильный ветер, объект довольно долго оставался на одном месте. Это явно было не облако и не воздушный шар. Наблюдали над островом Южная Георгия и весьма странные летающие объекты. Вот лишь одно из свидетельств. Этот диск висел над островом и наблюдался в достаточно длительное время, как в светлое время перед заходом Солнца, так и после захода Солнца. В течение полутора-двух часов объект имел достаточно правильную круглую форму и на нем выделялся равнобедренный треугольник. В ночное время этот треугольник не только светился, но и у основания наблюдались вот такие огоньки, как будто это работали двигатели, хотя объект и находился на одном и том же месте. Вот наблюдение этих объектов происходило как раз в 1979 году. За три года до этого, в 1976 году, японские исследователи с помощью новейшей аппаратуры засекли одновременно 19 круглых объектов, которые спикировали из космоса на Антарктиду и пропали с экранов. Что это за объекты и откуда они появляются? Сегодня возникла весьма неожиданная вера в цивилизации мировой. Аненербе начало сразу, еще до войны. Без сомнения, сотрудникам Аненербе была известна удивительная карта, обнаруженная историками в 1929 году. Карта эта создана в начале 16 века прославленным турецким адмиралом Пирирейсом. Поражает то, что на ней подробнейшим образом нанесен северный берег Антарктиды. И это за 300 лет до официального открытия этого континента. В заметках на карте адмирал сообщает, что он составил ее по многочисленным источникам, некоторым из которых было не менее 3000 лет. Но самое загадочное в другом. Береговая линия Антарктиды изображена без ледяного покрова. Эта карта будоражит воображение и сегодня. Вот вердикт специалистов военно-воздушных сил США. Береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лед на этой территории имеет толщину приблизительно полтора километра. У нас нет догадок, каким образом эти данные могли быть получены в 1513 году. Международные экспедиции, проверявшие карту перерейса, пришли к выводу, она точнее карт, составленной в 20 веке. А сейсмическая разведка подтвердила то, о чем до последнего времени не догадывались. Некоторые горы, которые считались частью единого массива, оказались на самом деле островами, как это и было указано на старой карте. Можно представить, какое впечатление в 30-е годы произвела карта перерейса на приверженцев арийской теории. Прежде всего она вселяла надежду в поисках техномагического наследия Атланта. Ведь по одной из гипотез Антарктида это бывшая Атлантида, оказавшаяся подо льдом в результате смещения полюсов. Раз существуют подобные карты, то где-то могут сохраняться и другие тайные знания. Где? В секретной экспедиции Анненербе ищут древние реликвии и старинные манускрипты по всему миру. От Тибета до Южной Америки. Особо охотятся за архивами рыцарского органа тамплиеров, которые по ряду признаков побывали в Америке задолго до Колумба. Судя по всему, тамплиеры владели секретными манускриптами, подобными карте перерейса. А значит, могли знать нечто важное и об Антарктиде. На оккупированных территориях специальные зондеркоманды СС изымают коллекции и библиотеки. Тайна Нарбе подписковывала библиотеки теологических факультетов, библиотеки различных тайных обществ, как только их могла обнаружить. Анненербе собрало огромную библиотеку. Есть указание, один из библиотекарей, бывший библиотекарь Позанской библиотеки, был свидетелем, что в марте 1945 военно-морским плотом Германии понимал очень узкий круг лиц. Сегодня мы можем предположить, что имел в виду гросс-адмирал. Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью воды находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. Не исключено, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу в океан вытекают настоящие реки теплой воды. За тысячи лет они могли создать подо льдом и под землей огромные туннели, вполне пригодные для устройства тайных баз. Со стороны океана, поднырнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Вот вам и готовая база. Без штормов и полярных холодов. Абсолютно скрытая от постороннего глаза. Вне досягаемости для любого противника. Если бы немцы решили разместить какие-то секретные базы создать или секретные зоны, которые как бы имели статус экстратридиальности, то полярные зоны, в том числе Антарктида, была совершенно естественным районом нахождения подобного рода баз или анклавов. Судя по обнаруженным документам и воспоминаниям участников событий, нацисты на самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Она носила кодовое название База-211. Уже с начала 1939 года между Антарктидой и Германией начинаются регулярные рейсы специально переоборудованного исследовательского судна Швабия. На землю королевы мод перевозится горнопроходческое оборудование и другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проходки тоннелей. Туда же прибывают ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Для чего Германии была нужна столь удаленная база? Предположения высказываются разные. Одни полагают, что с ее помощью немцы хотели контролировать южные моря. Другие считают, что в Германию привлекали полезные ископаемые Антарктиды, особенно уран, без которого невозможно создание сверхоружия. А кто-то утверждает, что на случай проигрыша в войне в Антарктиде готовилось убежище для элиты Третьего Рейха. И что якобы уже с 1942 года в новую Швабию началась переброска ее будущих жителей, не только ученых и специалистов, но и представителей нацистской партии и государства. И что туда же из Германии переносятся некие секретные производства. После войны американцы, активно вербовавшие немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, с удивлением обнаружили, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха бесследно исчезли. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, прызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе Касабланки. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапно эсминец Мердок, находившийся от нас в десяти кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы, спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около двадцати минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? Часть вторая ННРБ В послевоенные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи. Они недвусмысленно свидетельствуют, что немецкие ученые действительно занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов. Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским ученым и инженерам совершить такой технологический рывок. Общество ННРБ Самая загадочная организация Третьего Рейха. За ее тайнами до сих пор охотятся спецслужбы ведущих держав. И не мудрено. Это единственная известная в истории структура, которая занималась исследованием магии и мистики при официальной поддержке и финансировании государства. Ни одна организация не имела в своем распоряжении такого количества информации и не оказала такого влияния на развитие магических технологий, как ННРБ. Инициаторами создания ННРБ были высшие чины рейха. Исследование оккультистских знаний и паранормальных явлений в ННРБ пошло еще и с благословения рейхсюра СС Гиммлера, который действовал естественно не только по собственной инициативе, но и в русле указаний Адольфа Гитлера. Официально это общество было создано в 1935 году и предназначалось для изучения исторических корней немецкой нации. АННРБ так и переводится наследие предков. Однако область интересов этого общества была намного шире, чем простое изучение древнегерманской истории. Руководители Третьего рейха понимали, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства, которое подразумевало, что можно будет... У них очень низкая... Опытный образец одной из самых совершенных моделей, так называемый диск Белонца, прошел первое и последнее испытание 19 февраля 1945 года возле Праги. Основную подъемную силу создавал бесшумный и беспламенный двигатель Шаубергера. По некоторым данным, в тот день беспилотный вариант диска за три минуты достиг высоты 15 километров и развил горизонтальную скорость 2200 километров в час. Дисколет доказал, что он может зависать в воздухе и без разворотов летать вперед и назад. Успех несомненно. Но война уже идет на территории Германии. Не дожидаясь полной оккупации, нацисты уничтожают невывезенные производства и прототипы необычных летательных аппаратов. Уничтожен единственный экземпляр диска Белонца. Разработчик его главного двигателя Виктор Шаубергер позднее вспоминал. Модель, испытанная в феврале 1945 года, была построена в сотрудничестве с первоклассными инженерами-специалистами по взрывам из числа заключенных концлагеря Маутхаузен. Затем их увезли в лагерь. Для них это был конец. Модель была взорвана по приказу Кейтеля. Так что красивые рисунки где этот диск изображен над антарктической базой всего лишь фантазия художника. Не следует особо доверять и другим рисункам и фотографиям. На них могут быть запечатлены лишь макетные образцы дисков необходимые для отработки отдельных параметров или для показа начальству с целью выбивания финансовых средств. Надо отдать должное таланту немецких ученых и инженеров. Они достигли огромных успехов. И рывок который сделал третий рейх в науке и технике не был случайным. Сочетание научных поисков с непредвзятым анализом древних знаний дало качественный скачок. Но и крах который потерпели нацисты тоже не был случайностью. Ведь чаша Граля это символ не только древних знаний но и многовекового нравственного опыта. Этот опыт нацисты сознательно отвергли. Легенд и слухов связанных с дисками Третьего Рейха ходит много. Судя по всему к этому же разряду можно отнести и рассказы о немецком дисках выныривавших в 1947 году из-под воды в Антарктиде. Если говорить об вылетах из воды которые были зафиксированы еще в 40-х годах и зафиксируются сейчас но на многом при полетах неопознанных летательных объектов из морей и океанов озер и так далее я уверен что в сухом я уверен